Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часто повторяю, что мой личный духовный опыт выбирает небольшие, потерянные для городов церкви, где погрузиться в тишину можно, еще не зайдя в саму церковь. Этот же монастырь для меня особенный. Это был первый средневековый монастырь, который я посетил, приехав в Сербию. В то время он оставил у меня противоречивые чувства, но об этом в конце. Тогда мне пришлось сесть в микроавтобус и под непривычные восточные мелодии, рвущиеся из динамиков, ехать несколько часов до ближайшего населенного пункта до монастыря. И уже из него добираться местной маршруткой в смешной толкотне с местными, любуясь с просторами через окна автомобиля. В этот раз я приехал на собственном автомобиле с комфортом. И что удивительно, прежние просторы уже не так впечатляли. Все казалось не таким высоким после пропасти Черногории. Итак, монастырь называется Студеница и посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Первые шаги по строительству монастыря были завершены весной 1196 года. И в этом же периоде основатель монастыря, великий жупан Стефан Неманя, родоначальник династии Неманичей, подвизается монашеской жизнью, приняв имя Симеон. Трон же оставив своему сыну Стефану Первовенчанному или, как вспоминает сербская церковь, прославив его как преподобного Симона Монаха. Позже Стефан Неманя уезжает на Святую Гору, где упокоился в 1199 году. В 1207 году мощи Стефана Неманя перевозят студеницу, где с молитвами Святого Савы Сербского начинает сбиться сердце духовной жизни монастыря, оказывая влияние на всю Сербию. Под управлением Святого Савы монастырь становится не только духовным, но и культурным и медицинским сердцем средневековой Сербии. По обычаю, я не стану углубляться в историю монастыря. В ней есть периоды рассвета, а есть и периоды забвения. Очень, очень интересна жизнь Неманичей, их духовные и просветительские подвиги, хотя на первый взгляд очень легко запутаться среди повторяющихся имен. К примеру, основатель династии Неманичей, Стефан Неманя, у него было три сына – Вукан, Стефан и Растко. Растко православным известен как Сава Сербский, а Стефан – как Симон. А сам Стефан Неманя, последние три года жизни, приняв монашество, носил имя Симеона. Поэтому вся эта информация непосвященного человека только запутает. Давайте посмотрим на монастырь, а я расскажу свои впечатления. Территория и церкви ухожены и больше похожи на музей. Все по-особенному, необычно чисто, ухожено, в хорошем смысле казенно. Находясь на территории, я не увидел ни одного монаха, хотя, конечно, это не должно ни о чем говорить. Я не приехал к богослужению, а у братьев свои послушания. Хотя один момент, который мне врезался в память, я хотел бы рассказать. На территории монастыря можно снимать на камеру и фотографировать, а внутри главной церкви запрещено. В храме находится человек с бейджем, который следит за посетителями. На мой вопрос, могу ли я снять небольшое видео внутри церкви, я получил отрицательный ответ. Тогда, уточнив, могу ли я увидеть игумена, попросить благословения на съемку, мне было разрешено сделать две фотографии. Человек странно отреагировал на мою просьбу, то ли насторожился, то ли напрягся. Я, может быть, не первый, кто это спросил, а может, у них уже был какой-то негативный опыт, я не знаю. Но не почувствовав расположение с его стороны, решил уже не настаивать, сделав вывод, что это не послушник, а обычный работник. Мне это было странно. И в первое мое посещение, и во второе, я ощутил что-то странное, противоречивое. То, что в моей голове, именно в моей, никак не может найти гармонию. Это ощущение музея и одновременно монастыря. В первый раз я приехал туда на праздник преображения и ночевал в монастырской гостинице, которая находится прямо за стенами монастыря. Компания иностранцев в трапезной гостинице вели себя по-светски, пили вино, курили. Мне наивному и неподготовленному русскому это было невероятно. И в это посещение я опять почувствовал то же самое. Но это лично мой опыт, который никак не умаляет значимости монастыря, ни духовной, ни исторической. И, конечно, однозначно, необходимо его посетить, если вы находитесь в Сербии. Субтитры создавал DimaTorzok